спикеры подготовьтесь и далее слово для следующего доклада я бы хотела предоставить доктору медицинских наук профессору заведующей кафедрой внутренних болезней Приволжского исследовательского медицинского университета доктору медицинских наук профессору Тарловской Екатерине Иосифовне ее доклад будет посвящен поражению сердечно-сосудистой системы у пациентов с COVID-19 Екатерина Осифовна у вас 20 минут пожалуйста Екатерина Иосифовна звук включите пожалуйста звук звук включите вас не слышно вас слышно теперь сейчас добрый день глубоко уважаемая Наталья Андреевна добрый день глубоко уважаемые коллеги Марина Викторовна представила нам поражение легких при коронавирусной инфекции но к сожалению она об этом тоже сказала легкими эта инфекция не ограничивается и достаточно тяжелое и поражение наблюдаются сердечно-сосудистой системы мы можем разделить на четыре основных варианта это острое повреждение сердца в остром периоде инфекции и в остром же периоде инфекции наступает дестабилизация существующих у человека уже сердечно-сосудистых заболеваний и большую проблему представляет кардиотоксичность противовирусных препаратов и наконец пациент перенесший коронавирусную инфекцию может иметь сохраняющиеся хроническое повреждение сердечно-сосудистой системы сначала о роли сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ковид-19 и об их влиянии на прогноз но в настоящее время уже представлены первые результаты евразийского регистра пациентов с коронавирусной инфекцией регистр называется актив и я представляю сравнение результатов регистра актив с регистрами сша китая и италии и если говорить о самом частом встречающимся сопутствующем заболевании это артериальная гипертония и вы видите что в евразийском регистре это практически 60 процентов больных которые имеют коронавирусную инфекцию но в регистрах сша и италии тоже очень высокий процент но в принципе с учетом возраста конечно пациентов не очень отличается встречаемость артериальной гипертонии пациентов с коронавирусной инфекцией от встречаемости этого заболевания в популяции однако если мы обратимся к встречаемости ишемической болезни сердца у пациентов с коронавирусной инфекцией то ее встречаемость у заболевших пациентов уже значимо превышает встречаемость этого заболевания в популяции и мы видим что по нашим данным это порядка 22 процентов больных с коронавирусом уже имеют ишемическую болезнь сердца но цифры очень близкие к регистрам сша и италии но если мы рассмотрим умерших пациентов с коронавирусной инфекцией и сравним данные евразийского регистра и регистра из италии мы видим что у умерших пациентов гораздо выше встречаемость и артериальной гипертонии 82 процента и ишемической болезни сердца 39 и хронической болезни почек почти 30 процентов очень много больных с сахарным диабетом 2 типа и эти заболевания к сожалению являются факторами риска тяжелого течения коронавирусной инфекции и смертельного исхода здесь мы видим отношения шансов то есть во сколько раз повышается риск летального исхода у пациентов с ковид-19 если у него есть какие-то заболевания и мы видим что например и без повышает риск летального исхода больше чем в два раза диабет больше чем в три раза артериальная гипертония почти в четыре раза сильными факторами риска является фибрилляция предсердия ожирение хроническая болезнь почек и возраст больных старше 60 лет и конечно коморбидность пациентов сочетание заболеваний очень негативно влияют на исходы этого заболевания что является критерием острого поражения сердца при коронавирусной инфекции во всем мире используют один критерий это повышение уровня тропонина повышение тропонина выше нормы и вот это является сильным самостоятельным фактором риска 28-дневной смертности повышенный уровень тропонина в 7 раз повышает риск летального исхода у пациента как часто регистрируется повышение уровня тропонина и какая смертность при этом наблюдалось но мы видим колеблются данные от 10 до 28 процентов больных у которых наблюдалось наблюдалось повышение тропонина и везде уровень смертности с повышенным тропонином значительно превышает уровень смертности у людей без повышения тропонина мы видим например вот 60 процентов против 9 процентов или 51 процент против 4 с половиной процента причина повышение уровня тропонина но по сути дела мы можем назвать три основные причины это невысокие невысокое повышение тропонинов меньше чем на 20 процентов связывают все-таки с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями имеющимися у пациента может быть с некоторым ухудшением их течение вторая очень частая причина это острое не ишемическое повреждение миокарда это миокардит тромбоэмболия легочной артерии стрессовая кардиомиопатия тяжелая острая гипоксия и наконец конечно может развиться и инфаркт миокарда чаще инфаркт миокарда второго типа патогенетические механизмы я не буду задерживать ваше внимание на патогенетических механизмов но пять основных позиций прямое повреждение вирусом подавление ангиотензин превращающего фермента второго типа цитокиновый а может быть брадикининовый шторм о котором сейчас стали говорить чаще острая гипоксия и вот важнейший момент повреждение эндотелия сосудов и микро и макротромбозы основные клинические варианты острого повреждения сердца представлены на слайде это миокардит он может быть только лимфоцитарным или вирусно-лимфоцитарным инфаркт миокарда чаще всего второго типа стрессовая кардиомиопатия микротромбозы и острое токсическое повреждение миокарда при цитокиновом шторме как часто регистрируется острое повреждение сердца ну вот данные первые были из китая миокардит но это клинический явный миокардит уже был зарегистрирован больше чем 7 процентах случаев тяжелое нарушение ритма сердца желудочкой тахикардии фибрилляция желудочков это почти 17 процентов регистрировалась у пациентов оказалось что риск инфаркта миокарда первого типа хотя теоретически скажем так высокий этих пациентов но не так часто он развивается и оказалось что за время пандемии резко уменьшилось количество обращений по поводу острого коронарного синдрома но это далеко не положительная информация потому что в противовес этому значительно увеличилась частота остановки сердца вне больницы и смерти дома и увеличилась частота механических осложнений а про которые мы уже забыли при инфаркте миокарда это различные разрывы и межжелудочковой перегородки и свободной стенки отрывы популярных мышц задерживается оказание помощи люди боятся обращаться за оказанием помощи основные позиции связанные с острым коронарным синдромом во время пандемии представлены на слайде пока неизвестно какой пациент он должен рассматриваться какой вид положительный если он госпитализируется с инфарктом основная тактика это ревоскулиризации первичная чкв и тромболизис только если задержка будет превышать допустимое время тогда можно прибегать к тромболизису характерно также развитие нарушения ритма сердца как в остром периоде инфекции так и уже по данным ряда авторов у пациентов уже перенесших коронавирусную инфекцию одним из факторов риска нарушения ритма является выраженная гипокалиемия которая очень часто встречается на фоне коронавирусной инфекции связано с дисбалансом ренино-ангиотензиновой системы и вот несколько примеров нарушения ритма сердца этот пациент получал пациентка получала внутривенно азитромицин который удлиняет интервал qt и способен вызывать желудочковую тахикардию пируэт который мы с вами и видим это пациент получал крайне опасную в этом отношении комбинацию гидроксихлорохина с азитромицином и тоже мы видим желудочку это хикардию пируэт это вот очень интересное наблюдение когда коронавирусная инфекция дезавуировала видимо имевшийся у пациента синдром бругада который не регистрировался на электрокардиограммах до того как пациент заболел коронавирусной инфекцией тромботические осложнения очень частые вот это прижизненно диагностированные здесь тромботические осложнения очень много их находят на вскрытиях не диагностированных прижизненно тромбозы венозные и артериальные среди венозных тромбоэмболии легочной артерии и тромбозы глубоких вен и летальность пациентов если у них развиваются тромботические осложнения очень высокая в сравнении с пациентами без тромботических осложнений ну и самый наверное интересный момент что происходит с людьми которые перенесли уже коронавирусную инфекцию одна из самых цитируемых мне кажется в мире работ 100 пациентов перенесших два месяца примерно назад коронавирусную инфекцию от одного до двух месяцев это были пациенты и амбулаторные госпитализированные то есть это не тяжелые все больные и им был выполнен протокол мрт сердца с контрастом и мы видим в общем очень неприятную цифру вовлечения сердца было найдено у 78 процентов больных виде фиброзов и у этих 78 процентов 60 процентов сохранялся еще отек миокарда то есть у них практически тек активный воспалительный процесс причем при сравнении их с группой контроля людей подобранных по полу возрасту и сопутствующей патологии у этих пациентов было несколько более низкая фракция выброса большие объемы камер сердца и отклонение при т1 т2 картирование и все-таки вот эти отклонения до данных т1 т2 картирования коррелировали с тропонином таким образом все-таки тропонин это видимо маркер повреждения миокарда пациентам была выполнена эндомиокардиальная биопсия и на эндомиокардиальной биопсии было выявлено активное лимфоцитарное воспаление таким образом уважаемые коллеги основными клиническими вариантами поражения средствующей системы мы можем считать миокардит лимфоцитарные вирусные инфаркт второго и первого типа нарушение ритма тромбозы и эмболии венозные и артериальные ну и вот частота видимо поражения миокарда больных перенесших коронавирусную инфекцию достаточно высока у кого-то это конечно субклинический вариант в большинстве случаев но нам еще предстоит очень много видимо узнать о в этой инфекции я благодарю вас за внимание спасибо огромное катерина иосифовна интереснейшая тема поражение сердечно-сосудистой системы у больных с коронавирусной инфекцией я думаю что мы еще долго будем пожинать плоды этой инфекции у тех пациентов которые перенесли данную инфекцию и у тех пациентов у которых было поражение сердечно-сосудистой системы уважаемые коллеги вот я уже смотрю сколько вопросов поступило наш симпозиум уже перевалило за 15 вопросов поэтому будем